МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высотные здания и другие строительные конструкции, возводимые в России, будут прочнее и надёжнее. Путешествия на планету Марс вдвое короче. А на смену электронной техники придёт фотонная, работающая на лучах света. И всё благодаря достижениям молодых российских учёных. Подробности в нашей сегодняшней программе. Извечную проблему, квартирный вопрос, канадский архитектор Николас Ривз предлагает решить кардинально. Поселить людей вот в такие летающие дома-кубы. Они ведут себя как бабочки, летят на свет. Эта особенность позволяет существенно экономить электричество. А при установке солнечных батарей делать жилище энергонезависимым. Кроме того, дома автоматически разлетаются в разные стороны, если приближаются друг к другу. С одной стороны, конечно, получается очень экономно. Не надо платить деньги за землю. К тому же решается транспортная проблема. На работу летать можно прямо в собственном доме. Вот только будет ли в таких домах комфортно, удобно, а главное безопасно, Николас Ривз, похоже, не задумывается. Для архитекторов, подобных Ривзу, молодой учёный Павел Акимов – непреодолимая преграда. Именно его математические расчёты сложных строительных конструкций не дают воплотить в жизнь столь грандиозные архитектурные замыслы. Строят достаточно много оригинальных объектов с достаточно сложными конструктивными решениями, формами. И пренебрежение расчётным обоснованием для такого рода проектов может привести, а порой приводит к крупным катастрофам с человеческими жертвами. Ошибки на этапе проектирования зданий обходятся слишком дорого. Вспомнить хотя бы печально известный спортивно-развлекательный комплекс «Трансвааль-парк». Поэтому, какой бы красивой и оригинальной ни была идея архитектора, без экспертного заключения специалистов притворять её в жизнь нельзя. По действующему законодательству необходимо проведение как минимум двух расчётов проверочных, контролирующих друг друга, для того, чтобы в полной мере обеспечить безопасность возводимого здания и сооружения. Однако и этого иногда оказывается недостаточно. Яркий пример – Танцующий мост в Волгограде. Сильный ветер, совпавший по направлению с течением реки, вызвал резонанс. В результате мост пришёл в движение, причём амплитуда колебаний достигала метра. Эксперты, обследовавшие мост, пришли к выводу, что построен он был в строгом соответствии с российскими нормативами. Просто используемые сейчас методики математического расчёта, как выяснилось, учитывают далеко не все тонкости и нюансы. Павел Акимов занимается как раз тем, что разрабатывает новые стандарты в этой области. Здесь впервые реализовано алгоритм построения точного аналитического решения вот этих систем экономико-дифференциальных уравнений, учитывающих все характерные специфические сложности. Проводилась апробация разработанных методов на конференциях, семинарах международных самых высокого уровня. И всё это позволяет сделать вывод о том, что полученные разработки соответствуют мировым стандартам. И более того, они находятся на переднем плане. Павел – один из самых молодых российских учёных. В свои 32 года он уже член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук. Защитил докторскую диссертацию. Строительной механикой заинтересовался, когда учился на втором курсе Московского государственного строительного университета. Я стал посещать научный кружок кафедры, в котором занимался изучением вопросов, связанных с постановками и решением круглых задач строительной механики и математической физики. Я помню, как только я сдал вступительные экзамены в МГСУ, меня уже тогда отец ориентировал на необходимость остаться в ВУЗе после окончания. Сейчас уже своей жизни вне науки Павел просто не представляет. На материальное обеспечение жаловаться не приходится. В последние годы государство активно финансирует научную деятельность. Профессия интересная, а главное, позволяет полностью самореализоваться. Есть строительные объекты, которые были запроектированы на основе результатов расчета, полученных по разработанным дискретно-континальным методам. В Москве уже несколько новостроек, в том числе высотных, на этапе планирования были протестированы с помощью новой методики математического расчета, разработанной Павлом Акимовым. Это достаточно типовое решение. Ну а если мы говорим о объекте, расположенном в правом верхнем, ну в правой части, то это как раз проектировано. Ну вернее, там оно уже частично построено. На достигнутом Павел останавливаться не собирается. По мнению молодого ученого, методики математического расчета сложных строительных конструкций должны совершенствоваться постоянно. Лишь это залог прочности, безопасности и долговечности современных зданий. Россияне отправились покорять Красную планету. Космический корабль стартовал в самом начале июня. Экипаж в составе семи человек должен побывать на Марсе и вернуться обратно на Землю. Правда, пока только виртуально. По сценарию, сев за рычаги нашего виртуального рабочего места, он может осуществить в случае возникновения такой ситуации ручной спуск с орбиты на выбранную точку поверхности Марса. Эксперимент, моделирующий путешествия к другой планете, продлится ровно полтора года, 520 дней. Именно столько времени требуется реальному кораблю, чтобы достичь Марса. А цель эксперимента проста. Выяснить, как длительная изоляция скажется на поведении людей и их взаимоотношениях. А в Московском физико-техническом институте в это время работают над тем, чтобы существенно сократить время полета. Разрабатывают новые системы реактивных двигателей, способные увеличить скорость космических кораблей вдвое, если не втрое. Работы очень близко связаны с космосом, такие как вход космических аппаратов в госсферу Земли и других планет Солнечной системы, а также спутников. Пока новейшие реактивные двигатели существуют лишь в теории, но работа по усовершенствованию космических кораблей ведется сразу в двух направлениях. Помимо двигателей изучаются возможности повышения аэродинамических свойств самого корабля за счет принципиально иной конструкции, а также использования новых современных материалов для обшивки корпуса. Эта установка называется ударная труба. На ней достигаются высокие скорости газовых потоков и условия, которые имитируют вхождение космического аппарата в атмосферу Земли. С помощью этого устройства ученые могут посмотреть, как будут вести себя космический корабль, а точнее его составляющие, обшивка корпуса отдельной детали двигателей, в критические моменты, на максимальных скоростях, а также во время прохождения через атмосферу. Таким образом мы можем тестировать и разрабатывать модели, которые помогут в защите космического аппарата от перегрева, например, при входе в атмосферу. Илья Косарев занимается разработками в этой области уже пять лет. Серьезную научную деятельность начал еще будучи студентом. Во-первых, у нас вуз все-таки специфический. Ребята за шесть лет, вот бакалавр плюс магистр, они проводят в лабораториях 2,8 года. То есть это очень значимый, вот это рекорд среди высших учебных заведений России. На наш взгляд, самый, так сказать, здесь важный аспект состоит в том, что он сразу начинает работать не над какой-то адаптированной для студента задачей, а вот над взрослой, серьезной задачей. Подобная политика вуза принесла свои плоды. Желающих после студенческой скамьи сменить профессию и податься, к примеру, в бизнес совсем немного. Подавляющее большинство выпускников считают, что научная деятельность гораздо интереснее и при этом не менее прибыльна. Мне понравилось заниматься физикой, тем более, что мне повезло, я попал в достаточно обеспеченную оборудованием лабораторию и занимаюсь интересными людьми. У меня есть возможность выступать на зарубежных конференциях, на российских конференциях. По словам молодого ученого, то, над чем он сейчас работает, поистине технологии будущего. В нашей стране и за рубежом эти разработки будут востребованы не раньше, чем через 5-7 лет. Понимаете, ну вот это все равно, что вот мы сейчас издаваем, в России появился самолет пятого поколения, а наши разработки, они для самолетов восьмого и девятого поколения. Так что, в принципе, мы делаем хорошее задел на будущее. Впрочем, не исключено, что внедряться эти разработки в нашей стране будут гораздо раньше, уже в самые ближайшие годы. Дело в том, что Европейское космическое агентство официально заявило, высадка космонавтов на поверхность Красной планеты произойдет до 2033 года, а Россия уступать пальму первенству в космических вопросах не намерена. Привычным движением руки студент химического факультета МГУ Александр Слесарев запускает аппарат. С виду ничего особенного, стандартная процедура. Вот только вещество, которое в итоге должен синтезировать юноша, способно совершить настоящий переворот в науке. Приблизить нас к эре фотонной электроники. Мы занимаемся синтезом опаловых структур, которые в дальнейшем могут послужить базой для фотоники, для оптоэлектронных устройств в будущем, для вычислительных устройств на основе фотоники. По мнению ученых, электронные устройства в скором времени уйдут в прошлое. Их сменят фотонные, где вместо электронов, переносящих информацию, будут курсировать лучи света – фотоны. Основная идея фотоники заключается в замене электронов на более быстрые частицы, на фотоны, для которых можно создать материалы с меньшими потерями, для которых можно создать проводники, более быстрые переключающиеся устройства. То есть именно то, зачем стремится вся информационная технология. Устройства на основе фотонов будут потреблять гораздо меньше энергии. А скорость вычислений при этом резко возрастет, поскольку фотонные чипы способны оперировать несравнимо большими объемами информации. Этим занимаются группы во всем мире. В принципе, довольно большую теоретическую основу получили в Массачусетском технологическом институте. Есть японские работы, многочисленные, посвященные особенно магнитооптическим явлениям в фотонных кристаллах. Пока трудно сказать, кто первым приблизится к решению этой задачи. Но у России есть все шансы занять в этой области лидирующее положение. Сейчас наша работа, вот именно то направление, то потенциальное направление будущей технологии, находится на этапе получения чистых материалов. То есть, подобно тому, как в свое время в электронике, в микроэлектронике, в кремниевой, в германиевой, изготавливали исходно монокристаллы, мы, в свою очередь, в наше время пытаемся изготовить, условно говоря, идеальные образцы опаловых фотонокристаллических структур. В МГУ работы над созданием фотонокристаллических структур возглавляет профессор Евгений Гудилин. Самый молодой в нашей стране член-корреспондент Российской Академии Наук. Ему всего 41 год. У нас в стране один большой плюс. У нас еще не перелись романтики. И когда с такими встречаешься, с ними независимо ни от чего интересно работать. И, к счастью, несмотря на то, что сейчас уровень прагматика среди студентов-аспирантов сильно вырос, но, тем не менее, романтиков хватает и просто интересно. К своей работе профессор активно приобщает студентов. Ребята часто становятся своего рода генераторами новых идей, способны посмотреть на ту или иную проблему с неожиданной стороны, придумать оригинальное решение. С другой стороны, участие в исследованиях пробуждает интерес к научной деятельности. Дает возможность попробовать свои силы в настоящем деле. Ну и подзаработать, конечно. Финансирование. Я не стал, конечно же, это на первое место давать, потому что это не главное. Но когда это есть, это очень сильно все катализирует. В данном случае есть у нас государство, оно дает деньги. Когда появятся первые световые компьютеры и другая техника, сконструированная на основе фотонных чипов, ученые сказать пока не берутся. В принципе, первые прототипы могут появиться в ближайшие годы. Но когда это дойдет до того уровня, что это можно будет превращать в интегрируемое устройство, трудно сказать, лет 20 может быть. В том, что время, когда электронная техника станет световой не за горами, сомневаться не приходится. Прогресс не стоит на месте. Во многом благодаря молодым российским ученым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова